Им всем повезло. И вообще я вижу, что здесь есть люди, которые бывают и на клубе Крио под руководством Басовской. Так что всех я приветствую. Сейчас мы посмотрим на экран и послушаем поэта. Одно стихотворение. Я входил вместо дикого зверя в клетку. Выжигал свой срок и клепуху в гвозденном бараке. Жил у моря, играл в рулетку. Обедал, чем знает с кем в афраке. Ну, как бы шутя, провозгласил. Главное – величие замысла. Это очень понравилось Ахматовой. Она пришла в восторг и повторяла эти слова многократно всем, с кем общалась. И вот этому величию замысла подчинена, как мы теперь видим, была вся жизнь и все творчество Бронского. Я вспоминаю далекий 1968 год. Иосиф окончательно доработал Горбунова и Горчакова. До этого он присылал куски, потом он долго над этим работал. Но тут вот, наконец-то, он уже считал, что это все готово. И приехал в Москву к нам на Малую Филевскую улицу и прочитал это все от начала до конца. Впечатление было ошеломительное. И вот тогдашний диалог 1968 года. Андрей Сергеев – это совершенно гениально. Иосиф Бродский – тягет на Нобелевку. Андрей Сергеев – безусловно. Я вам ее сегодня дарю. Иосиф Александрович Бродский стал пятым Нобелевским лауреатом в русской литературе 20-го года. Формулировка Нобелевского комитета при просуждении звучала так. За всеобъемлющее творчество, насыщенной чистотой мысли и яркостью поэзии. Для нашей страны творчество Иосифа Бродского и его личность имеют, мне кажется, особенное значение. Он стал мастом, соединившим для нас культуру 19-го века и начала 20-го, а также соединил нас с англоязычной поэзией и культурой тоже. Иосиф Бродский был настолько включен в англоязычную поэзию 20-го века и так любил английский язык, что с его легкой руки два замечательных поэта, пишущих по-английски, стали тоже лауреатами Нобелевской премии и его друзьями. Это ирландский поэт Шельмус Хини и Деррик Волкотт, поэт, драматург, актер, родившийся на одном из островов Карибского моря на острове Сент-Люсиэ. И вот, 15 февраля 1988 года в Американском репертуарном театре в Массачусетсе состоялось выступление двух поэтов-друзей – Иосифа Бродского и Деррика Волкота. А третий друг, ирландец Шельмус Хини, должен был вести этот вечер. Но Шельмус Хини сказал, что он не умеет ничего вести и прочел стихотворный экстрон, приготовленный к этому случаю. Вот сейчас я вам прочту, уж извините, Арханин Александрович, я прочту, потому что книжка только что вышла, я прочту этот стихотворение. Итак, это, значит, вступление к вечеру двух поэтов. Называется «Пучок петрушки для политической макушки». Поэт, чей глаз илых из нас, Еще до гласности потряс, сегодня с нами. Он сам прошел свой трудный путь, И не нуждается отнюдь в моей рекламе. Втолковывать, кто он таков, В аудитории знатоков едва ли стоит. В потемке брежневских времен Еще юнцом ворвался он, как астероид. Лирическое ремесло он в корне обновил Назло гнилым привычкам. Он рифмом новый дал накал, А поэтический вокал оставил птичкам. В его стихах обрел свой глаз Тот страшный мир, что новояс от света прятал. Боль оскорбленных душ воспев, Естественно, он вызвал гнев большого брата. Мне вспоминается рассказ, Как человек дневник свой спас В года террора. Он в банку рукопись закрыл И во дворе ее зарыл Позадь забора. Я представляю этот вид, Ночь на исходе, Он спешит, скрипит лопата, Когда за истину казнят, Ее скрывают, будто клад Сребра и злата. Но случай Джозефа иной. Он не пытался под землей Зарыть талант свой. Он в стены смершились и бьет, Он изнутри ломает лед, Лжи и деранство. Он гонит разъеленных львов Сквозь обручек горящих слов. Сердец мучитель. Без клетки сей аттракцион, Ни зритель в нем не огражден, Не укротитель. Стихи, как Милош говорил, Суть зверь в горне, Их пыл и ярь от солнца. Они сидят и бьют хвостом, Глядят и дышат жарким ртом На стихотворца. Нет, это не витийство, Блажь, не витарический вираж, А счастье встречи С поэтом, чей могучий дар Достоин кушат и фанфар, Не то, что речи. Ты помнишь, Жозеф, В том году в пустынном Дублинском порту Средь мачт и чаек Весь день гуляли мы с тобой, Стихи твердя на перебой, Тандем все знают. Всех перебрав на перечет, Решали, кто не был отчет, Кто нынче в силе, Кого в тираж, Кого в музей, Но выше всех Своих друзей превозносили. И вот среди нас Один из них, Это уже о Волкоте, Расслышавший в волнах морских Свой стих заветный, Чья шхуна гордая полет Свершила за какой-то год Путь кругосветный. Его стихи оснащены так, Что не бурем слышены, Не букиньером. Икскурса верного не сбить, Не знаю, с кем его сравнить, Сравню с Гомером. Ложится и Шекспир в строку, Самый актер и драматург С душой повесы, Сжигая свечку с двух сторон, И ставит, и играет он, И пишет пьесы. Замри же зал, погасни свет, Когда столь редкостный дуэт Сегодня рядом. Пусть щелкнут сумраки замки И растворятся сундуки Со скифским кладом. Это стихотворение, между прочим, Не напечатано еще по-английски. Его не могут прочитать Ни в Ирландии, Ни в Англии пока еще, Ни в Америке, Ни тем более на Карибских островах. Но вот наш известный переводчик Лихо перевел его в Григорий Кружков. Вот то, что я вам прочитала. Здесь, значит, упоминается Шхунов. Полет — это знаменитая поэма Уолкота, А про Гомеру упоминали, Потому что другая поэма Уолкота Называется «Хамерос». Ну, прежде чем я предоставлю слово Народному артисту России Рафаэлю Клейнеру с радостью, Я прочту одну только страхую Стихотворение Бродского На столетие Анны Ахматовой. Ну, как эпиграф, И к ее творчеству, И к творчеству Бродского, И к той композиции, Которую вам предложит Рафаэль Александрович. «Страницу и огонь, Зерно и жернова, Секиры острие И усеченный волос, Бог сохраняет все, Особенно слова Прощения и любви, Как собственный свой голос». Ну, а теперь, пожалуйста. Нет, я немножечко долго не буду вас говорить. Нет, мы хотим долго. Долго не надо. Да. Мы мазокисты. Здесь все пришли любители. Да, смотри, а кто? Правильно. Мазокисты. Да. Такие друзья будут? Радко немножечко почитаем Новосиба Александровича. Ну, добираться было нелегко. Мне надо было пройти шестидесятников. Ефтушенко, Кознесенский, Рождественский, Кузнецов, Военных, Погибших ребятишек. Сейчас читал их везде. Даже в Берлине. Павел Коган, Михаил Кучицкий, Северный Багрицкий, Борис Смоленский, Николай Майоров. Потом сделали работу, я это видел сам, поэты прошедшие войну. Тарковский, Твардовский, Буконин, Межеров, Наровчатов, Самойлов, Слуцкий, Буконин и так далее. Такое. Такое, поэтическое. Потом сделал программу шестидесятников, отдельную программу. Маяковский, Есенин. Потом очень обрадовался, когда сделал программу и Осипа Мандельштама. Я вернулся в мой город и никогда не забуду. В Питере в капеллу очередь стоит, концерт. Я говорю, а что народу, что билеты? Нет, ведь все продано. Я говорю, а что стоят? Ну, подойдите, говорит, спросите. Я подошел, спросил, а что стоит? Это женщина. Я никогда не забуду. А сам факт, что у нас читают Мандельштама, просто пришла по стоять. Ну, и, конечно же, и Пушкин, и Лермонтов, и Достоевский, и Некрасов, и Тургенев, и Островский. Большие программы. И делал, конечно, программы Альберт Эйнштейн, где две трети работают. мысли Альберт Эйнштейна. Никогда не забуду, когда не этот Капец, а его папа, старик Капец, сказал, Рабочка, вы брод не поднимаете, умнее не будете. А когда ученый говорит, а режиссер придумал, что когда Эйнштейн говорит, четкий берегу. Потом говорит, не надо брать другой ученый, Мигдал, потому что, говорит, понятно, что это, говорит, Эйнштейн, или кто-нибудь друг. Вот такую работу. Потом сделал работу Платон, Апология Сократа, более 24 веков, первый до Иисуса Христа, который сам себе приговорил к смерти. Потом сделал работу Чаадай, философические письма о Платоне Сумасшедшего, ну и так далее, и так далее, и так далее. Последняя работа это Мираб Мамардашвили, такая философская работа, вот сделала. Ну и, конечно, вот через поэзию к Иосифу Александровичу Гродскому подходить ну, ну вершину, ну где-то что-то можно за накаток дернуть, а все хватит. Так что послушайте немножко, да, несколько стихотворений, хорошо? И при слове грядущее из русского языка выбегают мыши и всей оравой отгрызают от лакомого куска памяти, что твой сыр дырявый. После стольких зим уже безразлично что или кто стоит в углу окна за шторой и в мозгу раздается не неземное то, но ее шуршание. Жизнь, в которой, как даренные вещи, не смотрят в пасть, обнажает зубы при каждой встрече. От всего человечества вам остается часть встречи, часть встречи речи. Ниоткуда с любовью нацтого мартабря, дорогой, уважаемый, милая, но неважно даже кто, ибо черт лица, говоря откровенно, не вспомнишь уже ни ваш, но и ничей верный друг восприветствует с одного из пяти континентов, державшегося на ковбоях. Я любил тебя больше, чем ангелов и самого, и поэтому дальше теперь от тебя, чем от них обоих. Поздно ночью в уснувшей долине, на самом дне, в городке с занесенным снегом по ручку двери, избиваясь ночью на простыне, как не сказано ниже, по крайней мере, я взбиваю подушку мычащим тым за морями, которым конца и края, в темноте всем телом твои черты, как безумное зеркало повторяя. Птица уже не влетает в форточку, девица, как зверь, защищает кофточку, подскользнувшись о вишневую косточку я не падаю, сила трения возрастает с падением скорости, сердце скачет, как белка в хворосте рёбер, и горло поёт о возрасте это уже старение. Старение, здравствуй, моё старение, крови медленное струение, некогда стройное ног строение мучает зрение, я заранее область своих ощущений пятую, обувь скидая спасаю ватую, всякий, кто мимо идёт с лопатой, нынче объект внимания правил. Тело в страстях раскаялось, зря оно пело, рыдало, скалилось, полости рта не уступит кариес, греции древней по меньшей мере, смрадно дыша и треща суставами, пачкаю зеркало, речь о саване ещё не идёт, но уже те самые, кто тебя вынесет, входят в двери. Здравствуй, молодое и незнакомое, плене, жужжащее, как насекомое, время нашло, наконец, искомое, лакомство в твёрдом моём затылке, в мыслях разброд и разгром на темени, точно царица Ивана в тереме, чую дыхание смертной темени, фибрами всеми и жмусь к подстилке боязно, то-то и есть, что боязно, даже когда все колёса поезда прокатятся с грохотом ниже пояса, не затихает полёт фантазии, точно рассеянный взор отличника, не отличая очки отливчиков, боль близорука, а смерть расплывчата, как очертания Азии. Всё, что я мог потерять, утрачено, начисто, но и достиг я начерно всё, чему было достичь назначено. Даже кукушки в ночи звучание трогает мало, пусть жизнь оболгана или оправдаем надолго, но старение есть отрастание органа слуха, рассчитанного на молчание. старение в теле всё больше смертного, то есть ненужного жизни, с медного лба исчезает сиянье местного света и чёрный прожектор в полдень мне заливает глазные вагины, силы из мышц у меня украдены, но не ищу себе перекладину, совестно браться за труд господин. Впрочем, дело должно быть в трусости, в страхе, в технической акта трудности. Это влияние грядущей трудности. Всякий распад начинается с воли, минимум кое основа статики. Так я учил себя в школьном садике. Вы отойдите, друзья касатики, дайте выйти во чисто поле. Я был как все, то есть жил похожую жизнью, с цветами входил в прихожую, пил, валял дурака под кожей, брал, что давали, душа не залилась на не своё, обладал опору, строил рычаг, и пространству в пору я звук исплекал, дуя в дудку полую. Что такое сказать под задвись? Слушай, дружина, враги, братья, всё, что творил я, творил не ради я славы в эпоху кино и радио, но ради речи родной, словесности, за каковое лечение жречества, сказано ж доктору, сам пусть лечится. Чаши лишившись в первоотечество, нынче стою в незнакомой местности, ветрено, сыро, темно и ветрено, полночь швыряет листву и ветвина кровью, можно сказать уверенно, здесь и скончая я дни, теряя волосы, зубы, глаголы, суффиксы, черпая кепкой, как шлемом суздальским, из океана волну, чтоб сузился, хрупая рыба, пускай сырая, старение, возраст успеха, знание правды, изнанки ее, изгнание я, боли, ни против нее, ни за нее, я ничего не имею, колешь, переборщи, возоплю, не лепится сдерживать чувства, пока, миша, терпится, ежели что-то во мне и терпится, это не разум, а кровь сегодня, данная песня, не песня отчаянная, это следствие одичания, это точнее первый звук молчания, царствие, чье представляю суммой, исторнутое к прежде мокрую, затвердевающее ныне в мертвую, как бы натуру, гортанью твердую, это и к лучшим, так я думаю, точно ты, зэй, из пещеры Миноса, выйдя на воздух и шкуру вынесе, не горизонт вижу я, знак Минуса к прожитой жизни, острей, чем нечего, лезвие это, им отрезана лучшая часть, так вино отрезвало, прочь убираю, и соль от пресного, хочется плакать, но плакать нечем, пей в барабан, о своем доверии к ножницам в коях судьба материи скрыта, только размер потери и делает смертного равным Богу, это суждение стоит галочки, даже в виду обнаженной парочки, бей в барабан, пока держишь палочки, с тенью своей маршируя в ногу. Потому что поэзия требует слов, я один из глухих, облысевших, угрюмых послов второсортной державы, связавшийся с этой, не желая насиловать собственный мозг, сам себе подавая одежду, спускаясь в киоск за вечерней газетой. Ветер гонит листву, в старых лампочек тусклый накал, в этих грустных краях, чей эпиграф победа зеркал, при содействии луж порождает эффект изобилия, даже воры крадут апельсином альгаму стреля. Впрочем, чувство, в котором глядишь на себя, это чувство забылия, в этих грустных краях все рассчитано на зиму. Сны, стены тюрьм, пальто, туалеты невест, белизны новогодней, секундные стрелки, воробинные кофты и грязь по числу щелочей, пуританские нравы, белье и в руках скрепачей деревянные грелки. В этих грустных краях, представляя объем воловой, чугуна и свинца, обалделой тряхнешь головой, вспомнишь прежнюю власть на штыках и казачьих нагайках, но садятся орлы, как магнитно-железную смесь, даже стулья плетеные держатся здесь, на болтах и нагайках. Только рыбы в морях знают цену свободы, но их немота вынуждает нас как бы к созданию своих этикеток и каз, и пространство торчит при скурантам, время создано смертью, нуждаясь в телах и вещах, свойства тех и других, оно ищет в сырых овощах, хочет, внемлет курантам. Жить в эпоху свершений, имея воинственные нравы, к сожалению, трудно. Красавицы платье задрал, ведь и что ж ты искал, а не новые дивные дивы. И не то, чтобы здесь слабочевского твердо блюдо, но раздвинутый мир должен где-то сужаться. И тут, тут конец перспективы. То ли карту Европы украли агенты властей, то ли пятерка шестых, остающихся в мире частей, чересчур далека, то ли некая добрая фея надо мной ворожит, но отсюда бежать не могу, сам себе наливая кобор, не кричать же слугу, да чешу кота фея. Только пулю в висок, точно вместо ошибки перстон, может, дернуть полою новым Христом, да и как не смешать, с пьяных глаз обалдев от мороза, паровоз с кораблем, все равно не сгоришь от стыда, как и чел на воде, не оставит на рельсах следа паровоз, колесо паровоза. Что же пишут в газете, в разделе из зала суда? Приговор приведен в исполнение. Взглянувши сюда, обыватель узрит, как лежит человек, деревянное праве, но не спит, ибо брезговать кумбалом сны продырявлены в праве, зоркость этой эпохи корнями вплетается в те времена, недоступные в общей своей слепоте, отличить выпадавших из люлях от выпавших люлях. Белоглазая чудь, дальше смерти не хочет взглянуть, жалко, блюдец полно, только не с кем стола вертануть, чтоб спросить с тебя, люди, зоркость этой эпохи, это зоркость к вещам тупика, не по древу умом растекаться пристало пока, но плевком по стене, и не князя будить динозавра, для последней строки, эх, не вырвать у птицы пера, не по винной главе, всех и дел-то, что ждать-то пора, до зеленого лафра. Я сбиваю, столько ходят наркуют, и я начинаю сбивать. Ну сейчас ушла. Ну, видите, ладно. И там мужик зашел. Ну, это так, сразу. Я начинаю уже куда-то лезу, глазами, и весь писатель спрашивает. Ничего, ничего. Ну, давайте. Письмаринскому другу из Морца. Нынче ветренные волны сперехлестал. Скоро осень, все изменится вокруг. Смена красок этих трогательней посту, чем наряда переменного подруги. Дева тешит до известного предела, дальше локтя не пойдешь или колено. Сколько же радостней, прекрасное вне тела. Не объятия невозможны, не измена. Посылаю тебе посту, мы эти книги. Что в столице? Лягко степь, спать не жестко. Как там Цезарь? Чем он занят? Все интриги? Все интриги, вероятно, да, обжорство. Я сижу в своем саду, горит светильник. Ни подруги, ни прислуги, ни знакомых. Вместо слабых мира этого и сильных лишь согласное гудение насекомых. Здесь лежит купец из Азии. Толковым был купцом. Демолит, но незаметен. Умер быстро, мехорадка. По торговым он делам сюда приплыл, а не за этим. Рядом с ним легионер под грубым кварцем. Он империю в сражениях прославил. Сколько раз могли убить. А умер старцем. Даже здесь не существует постум правил. Пусть и вправду постум. Курица не птица, Но с куриными мозгами Хватишь боя. Если выпало в империи родиться, Лучше жить В глухой провинции У моря. И от Цезаря далеко, И от вьюги Лебезить не надо, Трусить, Торопиться. Говоришь, Что все наместники Ворюги. Но ворюгам Не милей, Чем кровопийца. Этот ливень Переждать с тобой Гетера, Я согласен. Но давай-ка Бесторговлю. Брать сестерца Из покрывающего тела Все равно, Что дранку требуют У кровли. Протекаю, Говоришь, Ну где же лужа? Чтобы лужу Оставлял и не бывало. Вот найдешь себе Какого-нибудь мужа, Он и будет Протекать на покрывало. Вот и прожили Ему больше половины. Как сказал мне Старый раб Перед таверной, Мы, оглядываясь, Видим лишь руины. Взгляд, конечно, Очень ворозный, Но верно. Был в горах, Теперь вожусь С большим букетом, Разыщу большой кувшин, Воды налью. Как там в Ливий Мою посту Или где-то. Неужели до сих пор Еще вою? Помнишь посту, Друг твой, Любящий сложение, Долг свой давний Вычитанию заплатит. Заберись под подушки Сбережения. Там немного, Но на похороны хватит. Поезжай на вороной Своей кобыли, В дом китер, Под городскую нашу стену. Дай им цену, За которую любили, Чтоб затужили И оплатывали цену. Зелень лавра, Доходящая до дрожи, Дверь распахнутая, Пыльное оконце, Стул покинутый, Оставленное ложа, Ткань, впитавшая Полуденное солнце. Вон шумит За черной изгородью пиний, Чье-то судно С ветром борется у мыса, На рассохшейся скамейке Старшей пленей, Дрожь чевечет В шевелю реки Париса. Ну и в другом циклах чуть-чуть. Любовь. Я дважды пробуждался Этой ночью И брел к окну, И фонари в окне, Обрывок фразы, Сказанной во сне, Сводя на нет Подобно многоточью, Не приносили утешению мне. Ты снилась мне беременной, И вот, проживши Столько лет с тобой в разлуке, Я чувствовал вину свою И руки, Ощупывая с радостью живот, На практике нашаривали брюки И выключатели, И бредя к окну, Я знал, что оставлял тебя одну Там в темноте во сне, Где терпеливо ждала ты И не ставила в вину, Когда я возвращался, Перерыва умышленного, Ибо в темноте Там длится то, Что сорвалось при свете. Мы там женаты, Венчаны, Мы те двуспинные чудовища, И дети Лишь оправдание нашей наготе. В какую-нибудь будущую ночь Ты вновь придешь усталая, Худая, И я увижу Сын или дочь Еще никак не названных, Тогда я не дернусь К выключателю И прочь, Руки не протяну уже, Не вправе Оставить вас В том царстве и теней, Безмолвных Перед изгородью дней, Впадающих В зависимость от яви С моей недосягаемостью в ней. Ты забыла деревню, Затерянную в болотах Залесенной губернии, Где чучел на огородах Отродясь, Не держат ни те там злаки, И дорогою тоже Все гати да буераки. Бабь Настя поди померла, И пестерев жив едва ли, А как жив, То пьяный сидит в подвале, Либо ладит из спинки Нашей кровати что-то. Говорят, калит, Не то ворота, А зимой там колют дрова, И сидят на репе, И звезда моргает от дыма В морозном небе, И не в ситцах в окне невеста, А праздник пыли, Да пустое место, Где мы любили. Сад громоздит листву И не выдает нас зною, Я знал, что я существую, Пока ты была со мною. Площадь, фонтан с рябой и нимфой, Скаты крови, Пока ты была со мною, Я видел все вещи в профиль, Райские кущи с адом, Голосов за спиною, Кто был все время рядом, Пока ты была со мною, Ночь с багровой луною, Как сургуч на конверте. Пока ты была со мною, Я не боялся смерти. Он там приводит, Вы знаете, да, Берет цитаты из Пушкиной, Да, Но он не кавычит, Я все подумал, Как-то так нехорошо, А потом подумал, Ну вот я-то слова говорю, Это же не я их придумал, Это же тоже до меня кто-то говорил, да, Здрасте, Кто-то же говорит, Я же не кавычит все время, Ну вот, Стихотворение, Где, Может кто-то, Да нет, Вы даже знаете, Ну хорошо, Там, В общем, у Державина Есть такие строчки, Что ж ты заводишь, Песнь военную, Клейте подобно милости, Он на смерть Жукова писал, Вижу колонны замерзших внуков, Грог на лафете, Лошади круг, Ветер сюда не доносит мне звуков, Русских военных плачущих труп, Вижу в регалиях убранный труп, В смерть уезжает пламенный Жуков, Воин, Пред коем многие пали стены, Хоть меч был вражьих тупей, Блеском маневра А ганнибали, Напоминавший средь волжских степей, Кончившие дни свои глухо, Попали, Как вели сарий Или подгей, Сколько он пролил крови солдатской В землю чужую, Что ж, Горевал, Вспомнил ли их, Умирающий в штатской Белой кровати, Полный провал, Что он ответит, Встретившись в адской Области с ними, Я, Моевал, Правому делу Жуков, Десницы, Больше уже не приложит В бою, Спи, У истории русской Страницы Хватит для тех, Кто в пехотном строю Смело входили В чужие столицы И возвращались В страхе Свою. Маршал, По глоте Талчное лето Эти слова И твои Прохоря, Все же Прими Жалкая лепта Родину Спавшему Слух Говоря, Бей барабан И военная Флейта Громко Свести На манер Снегиря. Ну, хоть Несколько Сонетов Из Марии Стюар Написала И двадцать, Ну, хоть Несколько. Мария! Шотландцы Все-таки Скопили. В каком Колене Клетчатого Клана Предвиделось, Что двинешься С экрана И оживешь Как статуя Сады И Люксембургский В частности. Сюды Забрел я Как-то После ресторана Взглянуть Глазами Старого Барана На новые Ворота И в пруды Где Встретил Вас. И в силу Этой встречи И так Как все Былое Ожило В отжившем Сердце. Старое Жерло Вложив Заряд Классической Кортечи Я трачу Что осталось Русской Речи На ваш Амфас И матовые Плечи. В конце Большой Вольны И на Живот Когда Что было Жарили Бессалов. Мария Я помню Мальчиком Как Сара Лиана Шла Топ Топ На Эшапогу. Меч Палача Как ты Бо Не Сказала Приравнивает К полу Небосвод. Смотри Светило Вставший Извод. Мы Вышли Все На Свет Из Кинозала. Но Нечто Нас Час Сумер Зовет Назад В Спартак В Чьи Плюшевые Утроби Приятнее Чем Вечером В Европе Там Снимки Звезд Там Каждое Билет Там Две Картины Очередь На Обе И Лишнего Билета Нет Земной Свой Путь Пройдя До Середины Я Заявившись В Люксембургский Сад Смотрю На Затвердевшие Седины Мыслители Писменников И Взад Вперед Гуляют Дамы Господины Жандарм Синеет В Мурлычет Дети Голосят И Обратиться Некому С Иди На И Ты Мари Не Покладая Рук Стоишь В гирлянде Каменных Подруг Французских Королев Во Время Оона Безмолвно С Воробьем На Голове Сад Выглядит Как Помесь Пантеона Со Знаменитый Завтрак На Траве Красавица Который Я Позже Любил Сильнее Чем Боссуэл Ты С тобой Вела Общие Черты Шепчу Автоматически О Боже И Вспоминаю Внешне Мы Тоже Счастливы Не Составили Четы Она Ушла Куда-то В Макинтоши Во Избежание Роковой Черты Я Пересек Другую Горизонта Чьё Лезвие Мари Острее Ножа Над Этой Вещу Голову Держа Не Кислорода Даже Но Азота Бувлящего В раздувшемся Зову Гортань Того Благодарит Судьбу Число Твоих Любовников Мари Превысило Собою Цифру Три Четыре Десять Двадцать Двадцать Пять Нет Для короны Большего Урона Чем С кем Нибудь Случайно Переспать Вот почему Обречена Корона Республика Жмут Устоять Как Некая Античная Колона И с этой Точки Зрения Ни на пять Не сдвинете Шотландского Барона Твоим Шотландцам Было Не понять Чем Койка Отличается От трона В своем Столетии Белая Ворона Для Современников Былатый Я Вас Любил Любовь Еще Возможный Просто Боль Сверлит Мои Виски Все Разлетелось К черту На куски Я Застрелиться Пробовал Но сложно С оружием Не дали Виски В которые Вдали Портила Не дрожь Но Задумчивость Черт Все Не по-виски Я Вас Любил Безмолвно Безнадежно Как Дай Вам Бог Другими Но Не даст Он Безнадежно 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 Страшился Безнадежно Он Есть Единственный Поклон Пускай Не вызвал Рукопаш Но был Такой Что поднял На ноги Врагу Мария Теперь В Шотландии Есть Шерсть Все Выглядит Как Новое Из Чистки Жизнь Бег Свой Останавливает В шесть На солнечном Не сказываясь Диски В озерах И по-прежнему И мне С числа И велись Монстры Василиски И скоро Будет Собственная Нефть Шотландская В бутылках Из-под Виски Шотландия Как видишь Обошлась И Андрея Мне Думается Тоже И ты В саду Французском Не похожа На ту Сума Сводившую Вчерась И там И есть Что предпочесть Тебе Но не похожи На вас Обе Пером Простым Неправда Что Метежным Я пел Проствечу В некоем Саду С той Что меня В сорок Восьмом Году С экрана Обучало Чувствам Нежным Предоставляю Вашему Суду А Был ли он Учеником Прилежным Листам И клещи Вздымают Вверх На знамени Ничей Зуб Мудрости Я Прячущий Во рту Разваленный Почище Парфенона Шпион Лазурчик Пятая Колонна Гнилой Цивилизации В быту Профессор Красноречия Я Жил Я жил В колледже Возле Главного Эспресса Где Занят Был Из Недоросли Местных Повторником Вытягиванием Жил Все то Что я писал В те времена Сводилось Неизбежно К многоточию Я падал Не расстегиваясь На постель Свою И ежели Я ночью Отыскивал Звезду На потолке Она Согласно Правилам Сгорания Сбегала На подушку По щеке Быстрее Чем Я загадывал Желание Ну и еще Все с тех временем Прочту На кусочек Мне такой Этот мужик Нравится Которого Образ Сделал Восифа Александрович Он написал Подражание Некрасову Коженный Раз На этом Самом Месте Я вспоминаю О своей Невесте Вхожу В шалман Заказываю Двести Нева Бежит У ног Моих Зараза Я говорю Им мысленно Бежит В глазу Слеза Но вижу Краем Глаза Литейский Мост И силуэт Боржи Моя Невеста Полюбила Друга Я как Узнал То чуть Их не убил Но Кодекс Строг И в чем Моя заслуга Что Выдержал Характер Правда Пил Я пил Как рыба Если б С комбината Не выгнали То сгнил бы На корню Когда я вижу Будку автомата Но я вхожу И иногда Звоню Подходит Друг И мы Позлаем С другом Он говорит Мне Так Как ты А как Я молчу И он И он И он Он с испугом Держу Абза Абза Ну еще Осенний вечер В скромном Городке Гордящимся присутствием на карте Топограф был, наверное, в азарте И с дочкой в суде на коротке Уставший от собственных причуд Пространство как бы сбрасывает бремя величия Ограничиваясь тут чертами главной улицы А время взирает с неким холодом в кости На циферблат колониальной лавки В чьих недрах все, что мог произвести наш мир От телескопа до булавки Здесь есть кино, салуны За углом одно кафе с опущенной шторой Кирпичный банк с распластанным орлом И церковь, о наличии которой И расставляемых сетей Когда б не рядом с почтой позабыли Если б здесь не делали детей То пастор бы крестил автомобиль Здесь буйствуют кузнечики в тиши В шесть вечера Как вследствие атомной войны Уже не встретишь ни души Луна вплывает, вписывая в темный Квадрат окна, что твой экклезиаст Лишь изредка несущийся куда-то Шикарный бьюик фарами обдаст Фигуру неизвестного солдата Здесь снится вам не женщина в трекот А собственный ваш адрес на конверте Здесь утро, видя с кишем молоко Молошник узнает о вашей смерти Здесь можно жить, забыв про календарь Глотать свой бром, не выходить наружу И в зеркало глядеться, как фонарь Глядиться в высыхающую душу АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да и этот знает, Господи Я читаю посвящение Ялт там 40 минут А в этой и все нет Нет, ты сейчас Ну там и это знаю Я пришел к Рождеству с пустым карманом Издатель тянет своим романом Календарь Москвы заражен Кораном Не могу я встать и поехать в гости Ни к приятелю, у которого плачут детки Ни в семейный дом, ни в знакомой девки Всюду необходимы деньги Я сижу на стуле и трясусь от злости Ах, проклятое ремесло поэта Телефон молчит Впереди диета Можно в местоме занять Но это все равно, что занять у бабы Потерять независимость хуже, чем потерять невинность В чужих приятно мечтать о муже Приятно произносить парабол Зная мой статус, моя невеста Пятый год за меня несвестно И где она нынче, мне неизвестно Правды сам черт из нее не уйдет Она говорит, не горюй напрасно Главное чувство Единогласно И это с ее стороны прекрасно Но сама она там, где вы То есть все основания быть спокойным Никто уже не кричит по коню Дворяне выведены под корень Ни тебе пугача, ни стенки Зим не взят, если верить байке Джугашвили хранится в консервной банке Молчат орудья на полубаке В голове моей только деньги И кончает зелень леса Ах, зелень леса Что мне шепчет куст берез леса Зелень леса вернется Ходит девочка, эх, в платочке Ходит девочка, рвет цветочки Взять бы дочек Взять бы дочек В небе ласточка бьется Взять бы дочек Ну вот, и все Спасибо большое, что делаете И что Гиблия Блова сделает Это великое дело Знаете, как Я на одном концерте вышел Вот так же сидел на роду Может, меньше Я насчитал 19 человек В академию Я говорю А чего вас так мало? Дурацкий вопрос Ты задаешь тем, кто уже здесь Но Я говорю, а чего вас так мало? Один мужик следует А ничего, что тут 7 академиков Считайте, что у вас по интеллекту В лужниках переаншлан И правильно сказал, конечно Даже у меня Чадаева работа Начинается с таких слов Главный рычаг образования душ Есть без самого слова И вот то, что делается Это слово И то, что поэты выступают И писатели выступают Артисты выступают И вот сегодня Иосиф Александрович прочел Вот образец Чисто читать Вот так поэт должен читать Я помню, когда мы выступали С Арсеньем Александровичем Я говорю А чего вы там все время ноли типа? Он говорит А поэту неприлично читать Свои стихи и талантки Он уже написал Поэт читает ритм, да? Только ритм читает Ну там, например, поэт читает Помню, папа еще молодой Помню, выезд какие-то зоны Актер читает Он играет Помню, папа еще молодой Помню, выезд какие-то сборы А вот чтец должен собрать это все Понимаете? Вот он скромно прочел А это кровавое стихотворение Я ими закончил Я входил вместо дикого зверя в клетку Выжигал свой срок и клепкуху Гвоздем в бараке Жил у моря Играл в рулетку Обедал, черт знает, с кем во фраке С вытаты ледника я озирал полмира Трижды тонул Дважды бывал распорот Бросил в страну, что меня вскормило Из забывших меня Можно составить город Я слонялся в степях Помнящих вопли гуна Надевал на себя Что сызного входит в моду Сеял рожь Покрывал черной толью гумна И не пил только сухую воду Я впустил в свои сны Вороненный зрачок конвоя Жрал хлеб изгнанья Не оставляя корок Позволял своим связкам Все звуки Помимо боя Перешел на шепот Теперь мне сорок Что сказать мне о жизни Что оказалось длинной Только с горем Я чувствую солидарность Но пока мне рот Не забили глиной Из него раздаваться Благодарность Благодарность Мы благодарим Иосифа Александровна Нельзя Нельзя Новости Нельзя Нельзя Правильно Нельзя Внучка Говори Нельзя Вы считаете Что это вам Благодарность Знаете как Один известный артист На днях выступал И потом я в комсомольце Прочитал Он значит Его вечер был И он Читал Мандельштама Бродского И свои стихи Не слабо Это не качество рождения Это просто подарок За то что вы нам Предоставили Такой замечательный вечер А я просто Забыла сказать Что вот это Григорий Кружков Перевел Шайму Сахини Это его избранные Из 12 стихотворений Из 12 сборников Простите И вот два стихотворения Которые Англичане Ну на английском языке Не знают Вот то что я вам прочла И второе Строки для Валентины Вот тут сидят мои Так сказать коллеги Мои однокашники Это они посвящены Валентине Полухиной Которая так сказать У нас такой главный Исследователь Иосифа Бродского Вот эта книжка Тут продается тоже Так Ну дорогие мои Спасибо большое Если у вас какие-то вопросы Спасибо большое